Моя дорога на курсы немецкого. Идём там вдалеке конюшни с лошадьми. Я вышла из общаги. Общага вот там осталась. Домик, который поменьше. Тут трасса. Сейчас мы её будем под мостиком обходить. Для того, чтобы сократить немножко путь и не стоять на светофоре. Вот это у меня улица Райтер Центрум. Поля, поля, труба психиатрической лекарни. Вот там вот за деревьями лекарня. Бетверк клиникум называется. Районная психиатрия. Так, идём под мостик. А, вот там вот Красный Крест вдалеке. Там скорая помощь. Станция скорой помощи. Скорая помощь вылетает в любое время дня и ночи. Летит страшные звуки, сирены. Но её все пропускают. Потому что тут так положено. Полицию и скорую пропускать. Все сразу прижимаются и дают дорогу. Вот сейчас мы самую оживлённую трассу пройдём под низом. Владя тоже эту дорогу показала. Но сказала, тут не ходить. Особенно вечером, под мостиком. Немножко тут пустынно. Хотя тут даже велосипедисты иногда ездят. Так что, такое. Так, проходим под мостиком. Сейчас выйдем на площадку, где стоит такая кибитка, где делают тесты на корону. Раньше ещё одна кибитка стояла там. Прививки делают от короны. Но уже, наверное, с лета закрыли. И прививки не делают. А вот Красный Крест, где станция скорой помощи. Боярише, Роте, Кройц. Вот, вот там вдалеке кибитка с туалетами на улице. Они делают тесты на корону. Суббота, воскресенье она закрыта. Вот эта дорога называется Ретунг-Вэхс. Это типа аварийная спасательная дорога. Так переводится. Ретунг это спасатели по-немецки. Ну, вот так мы немножко угол срезаем. Вот там вдалеке осталась скейт-площадка. Вот там с деревьями виднеется. Мы сейчас выйдем к первому железнодорожному мостику, под которым мы проходим по дороге либо в старый город, либо на курсы. Ну, тут такое пустынное местное. Ну, в принципе, тут безопасно. Не знаю. Мы ходили тут ночью. Вот тут жилые дома вдалеке. Вот этот район русский в основном. Там много русских жил. во многих домах русский. А вот там вдалеке он виднеется, антенна телевизионная. Она как на горе, а внизу под ней маленькое кладбище внутри. А еще есть на выезде кладбище. Называется Waldfreichhof. Хофф это двор по-немецки. Я думаю, что за свободный двор в Германии. Это наше, кстати, направление автобуса Вальд Фрайхофф. Что за свободный двор перевела в словаре. Вот тут делают тесты. Оказалось, что это кладбище. Никогда бы не подумала. У них и Банхоф. Это этот самый вокзал Банхоф. Мы им по-английски спрашивали. Почти никто не понимает. По крайней мере, те, кто нам встречался. Только пожилая пара поняла, что нам надо, когда только приехали. Вот это дорога Ретунхвэх. Тут какие-то пустыри, не знаю, болота какие-то. И вот туда мало далеки. А вот там основная трасса, где мы всегда раньше ходили, но потом нам эту дорогу показали. Вот там автобус ходит с этой стороны. Там какие-то предприятия, что-то там собирают. В общем, из запчастей какие-то электронные изделия. Даже там какая-то фирма есть. Крутая кума говорила, что дорогая техника у них. Какая-то, не помню, на М как-то Миелич, что-то такое. В общем, их там какое-то из производства находится. Вот сейчас мы выйдем на обычную трассу, на нормальную дорогу, которая ведет на курсы. Или в старый город. Ближе всего к нам Херидо-Тор. Это старый вход в город. Башня такая, она сейчас реставрируется, которая раньше это был въезд для всяких торгующих людей на базар. Ну, вот такая, одна из старинных, один из символов города. Это Херидо-Тор. Вот там вдалеке куча мысорных баков разного цвета. это для стекла. Темное, светлое, зеленое, цветное. И вот такая квадратная кибитка стоит. Туда вещи, которые вам не надо, уже не носите, туда кидаете, потом это все забирают и в магазины Красного Креста там или бесплатно раздают, или там из какие-то копейки за евро свитер можно взять. Или вообще бесплатно. Возди нас автохаус есть, там тряпки вообще бесплатно. Так, мастеринка перейдем, нарушим правила дорожного движения. Все, выходим на главную дорогу, по которой мы сюда ходили раньше. А сейчас сокращаем путь. Парковка огромная. Это остановка Вансбахи называется Мессоцентр. Вот. Сейчас выходим на главную дорогу, тут постоянно эти велосипедисты, надо держаться правой стороны. Тут даже вот есть разметка постоянно, да, за такую погоду плохую. А весной и летом так вообще велосипедисты на самокатах, только смотри, чтоб тебя не сбили. Ну, один раз мы одного сбили. Ну, как, он перепугался нас, меня объехал, Таню не объехал, упал. Мужчина пожилой, я испугалась, может, разобился, чтобы мы его подымали. А вот это вот мостик железнодорожный первый, а пройти надо два таких, чтоб дойти до нашей курсов. И, кстати, по дороге на курсы мы проходим джоб-центр, где мы все зарегистрированы, типа мы там числимся в кавычках работниками, работаем безработными. И это самое, там нам платят пособия, там каждые полгода документы какие-то переоформляем, заявки подаем, чтоб нам продлились, у нас ничего не изменилось, что мы на работу не пошли. Но если на работу пойдем, должны с вас сообщить, иначе будут большие штрафы, если не сообщим, что мы уже работаем. если пошел на работу, то должен, ну, если достаточный доход, если это не мини-джоб, то есть не полная рабочая неделя, то должен на минималку уже все оплачивать. Вот это уже нормальная дорога, тут он, Дед Мороз стоит на балконе, а на Хэллоуин, там скелеты стояли, постоянно этот дом украшают, при вечером и съедутся. Сейчас подойдем ко второму мостику, тоже железнодорожный, на первом мостике ездят все время пассажирские через него поедут, а через второй грузовые. Вот. Вот такие дома. Это обычно многоквартирные, тут не один человек живет, и обычно они даются в аренду квартир. больше всего двушек, трешек, ой, двушек, трешек и четырехкомнатных. Двушек почти нету. Однокомнатные это типа такие ходишь и сразу комната, она же кухня, живешь на кухне практически. Вот. Ну, если один человек, то в принципе нормально. Если семья, конечно, тесно. Вот. подходим ко второму мостику. Вот такие мусорки стоят. Она называется мюльтон по-немецки. Еще есть мюльконтейнер, но это большие, как у нас. А вот такие это как на одну семью. Мюльтон выставляют, знают, когда. Вот поезд как раз идет. грузовой. Часто возят машины новые, готовые на платформах. Ауди видел. Дома это все многоквартирные. Тут не один человек живет, а много семей. Тут таких как у нас дворцов честно говоря не видела. В основном многоквартирные. И выгодно сдавать в аренду. Пассивный доход в принципе как у нас. Вот там вот красное здание. Это уже джоп-центр. Он огромный. Ну, для нас он огромный, для нашего города. Но я видела в Нюрнберге он, наверное, раз пять больше. Вот это вот джоп-центр, где состоят на учете все безработные. Получала там пособи. Практически какие-то вопросы свои решают. Красная с красной крышей современное здание. Его, кстати, недавно ремонтировали. Кран стоял, что-то на крыше делали. Деньги здесь у них, короче. Вот так вот продаются сигареты круглосуточно. Вот так почта возит. Письма. Почта тут самый активный работник. На елочках. Это музыкальная школа. Ну, там вдали виднеется Харидо Тор. Это вход в старый город. Тут все ремонтируется. Он в лесах. И вот там оранжевое здание. Это ладана школа, бывшая тюрьма. Вот джоп-центр. Вот джоп-центр огромный. Там можно потеряться, если не знаешь, куда идти. Но мы немножко ориентируемся. поначалу, конечно, можно было заблудиться в этих переходах коридорах. когда я первый раз шла на собеседование с эмбирайтером, консультантом по-русски, то я, конечно, запуталась, спрашивала у нескольких человек. Вот перед Харидо Тор оранжевое здание. Это отладно на школу. Тюрьма это ему здание 500 лет. У нас есть круглая впереди часть в башне. Я думала, что какая-то обсерватория или музей какой-то. Оказалось, что это школа, гимназия с углубленным изучением музыки и языков иностранных. Там даже греческие преподают, французские преподают. Тут, кстати, много греков имигрантов. Прикольная такая обезьянка по дороге. Вот опять автомат сигаретный. Ну, сигаретный можно купить любое время дня и ночи. Вот, а на том же светофоре я поднимаюсь вверх и сразу моя школа. Вообще, куда я перешла языковая школа? Штарахшули это называется. Вот вообще какое-то здание новое. Сравнение это приемный офис, офис приемный консульта да, вот фоль воланд я называю это. Короче, школа фаршули это школа по обучению вождению автомобиля. Фаршули. Ну, вот я уже почти пришла. Тут остановка джеб-центр автобуса вот такая. такой знак расписания автобусные. Вот, я почти пришла на первый кросток свой и буду выключаться потому что пора уже учиться через 5 минут занятия начинается. Вот такое старое здание со ставнями. Ну, вот это типа стиль с вот этими балками, наружу торчат. Фахверк. Ящичная работа. Фахверка работа. Фах, типа ящик, отделение и фах это же профессия. Вот профессия по-немецки. Вот, фахверка дома. Всё, на этом заканчивается поход в фахшули.